В эфире «Арсенал» о новостях армейской недели в информационном обзоре программы. На полигоне учебного центра «Спас» в Каргандинской области Казахстана проходит международное соревнование разведывательных групп «Золотая Сова-2015». За звание лучшего борются отряды специального назначения из Беларуси, Казахстана, России, Китая и США. В программе состязаний тактическая стрельба, минно-подрывное дело, десантирование и передвижение по азимутам на сильно пересеченной местности. На заключительном этапе группы преодолеют тропу разведчика, состоящую из наземных, водных препятствий и горного участка. Терминалы спутниковых систем и новые аналогово-цифровые радиостанции представлены в ходе сбора военных связистов в Барановичах. Уже осенью эти образцы задействуют в учении «Щит Союза-2015». Отечественные и российские специалисты прорабатывают вопросы оперативной совместимости и устойчивости средств приема-передачи данных региональной группировки войск. Подразделение ДОСАА в Советского района получило новую прописку. В центре Минска открылись современные классы для подготовки водителей категории «Б», оснащенные новейшим программным обеспечением и наглядными пособиями. Здесь же возможности развиваться и совершенствоваться получили и будущие конструкторы оборонного общества, которые только в этом году завоевали две золотые награды по автомоделизму. Соревнования в честь 70-летия Великой Победы и Дня Независимости провели первокурсники Минского Суворовского военного училища. Турнир помогли организовать специалисты Республиканского горнолыжного центра «Силичи». Здесь кадеты состязались выносливостью, ловкостью и участвовали в гонках на картингах. Сотрудничество со здоровительным комплексом обещают стать долговременным проектом. 55 лет назад сформирован Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. В составе Единой системы противовоздушной обороны Белоруссии и России часть несет круглосуточное боевое дежурство по охране воздушного пространства Союзного государства. Юбилей собрал вместе офицеров разных поколений. Ветераны 2-й отдельной армии ПВО и вооруженных сил приехали на торжества из разных уголков республики и стран ближнего зарубежья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова